Мам, мам, можно я схожу погуляю? Катя, сходи, конечно, только одень шапку на улице минус 25. Мам, ну я не люблю шапки, тем более та, которая у меня есть, смешная, детская какая-то. Я отдам ей Дианке. Катя, ну сходишь погулять, потом отдашь Дианке, а себе купишь новую. Что ж ты раньше не сказала до холодов, что шапка тебе не нравится? Катя, мне не нужна твоя шапка, ты сама сказала, что она смешная. Ну тогда просто выкину и всё. Мам, ну можно я погуляю? Катя, одевай тогда свою смешную шапку и иди в магазин за новой. Без шапки я тебя на улицу не пущу. Ладно, мам, хорошо, схожу. У нас магазин через дорогу всяко не замёрзну. Мам, давай денежку на шапку. Держи, Катя, тысячу. И, кстати, почему-то я не вижу на тебе шапки старой. Давай-давай, одевай, без шапки не выпущу. Ладно, мам, выходить буду, одену. Если я её одену, то точно встречу по пути пол-класса, и все будут надо мной смеяться. Так, и где тут у нас продаются шапки? Это что такое? Мини-фэшн. Пять сюрпризов. Интересненько. А что в этой коллекции может попасться? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Аксессуары и фэшн-вещи. Реальные. Настоящая фирма. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а сколько стоит этот шарик? И это, есть ли у вас шапки в продаже? Этот шарик стоит 999 рублей. А шапки все разобрали. Кстати, в этом шарике вполне может попасться шапка. Но это на удачу. Может и не она быть. Эммм. Ну а что делать? Шапок-то все равно нет. А здесь хотя бы попасться может. Ладно, я беру этот шарик. Вдруг там попадется сумочка. Ну этого, как его, Луи Витон. Или еще что-нибудь интересненькое. Вот девчонки обзавидуются в школе. А шапка? Дай ему с ней. Мороз ведь не навсегда. Завтра уже, может, плюс будет. Ух ты, Катя, а что это у тебя? Это какие-то сюрпризы, что ли? Ты что, на сдачу от шапки купила? Кстати, покажи шапку, какие теперь не смешные. Дианка, не могу я показать тебе шапку. Я купила вот этот шарик. И там вполне может попасться от модного дизайнера какая-то шапка. А может и не шапка. Ладно, я сейчас открою и посмотрим, что там. Катя, получается, ты обманула маму. Я все маме расскажу. Дианка, да подожди ты, я сейчас открою. И ничего не обманывала. Там шапка может быть. Мне так в магазине сказали. Странно, опять сюрпризов. Лепестков нет. Значит, и тебя в магазине обманули. Вот так вот. Сейчас узнаем. Дианка, смотри, да тут куча всего. Может быть и шапка. И сумочка. Ой, и все, два пакета что ли? Да, Катенька. Пойду-ка я все-таки до мамы. В коллекции нет ни одной шапочки. Есть только сумочки, наушнички и другие аксессуарчики. Ябеда, корябеда. Подожди, я хотя бы пакетики открою. Посмотрим, что там внутри. Если мне что-то не нужно, я с тобой поделюсь. Ух ты, это другое дело. Ну давай посмотрим. Вау, какая сумочка, Дианка. Ты только посмотри. На замочке и одевается на плечо. Девочки обзавидуются. Круто. Фу, ну не знаю, мне не нравится. Давай откроем второй пакет. Может там что-то интересненькое. А то я к маме пойду. Дианочка, ну нет. Открывай сама тогда. Круто. После каникул я в школе буду самая модная. Катенька, а ты уверена, что второй пакетик это мне? Да, Дианка, забирай, мне не жалко. Я так хотела сумочку. А что там? Вот спасибочки, сестренка. Только потом не говори, что не говорила мне этого. У меня попалась наклейка сумки. Да и на ее. Вот такая крутая кепка. Брелочек с мешкой. И солнечные очки. Катя, ну как я тебе? Не обманули, смотри. Шапка есть. Правда летняя. И наикрутецкие солнечные очки. Катя, спасибо тебе большое. Сейчас нафоткаюсь, подружки отправлю. А Мишку на рюкзачок прицеплю. Ого. Дианочка, а тебе не кажется, что кепочка тебе немножко великовато? Может я ее сначала поношу? А потом отдам тебе. Посмотри, как она мне идет. В самый раз. Нет уж, Катенька, уговор дороже кепок. Катя, Катя, покажи, пожалуйста, что ты купила. Катя, ты что, издеваешься? Это летняя кепка. Я тебя за шапкой отправила. За теплой. С мехом. Ну, Катя. А это еще что такое? Сумочка. Дианочка, какие крутые очки. Откуда все это? Мама, не ругай Катю. Кепочка это моя. А у Кати сумочка. Катя купила шарик. Эти, фэшн-сюрпризы. Вот что там попалось. Ах, шарик с сюрпризами купила. Отлично. И без шапки осталось. Катя, вообще-то я тебе всегда доверяла. Отправляю тебя в магазин. В отличие от Макса. Но сегодня ты меня подвела. Поэтому будешь наказана. Все каникулы из дома никуда не выходить. Ясно? А в школу пойдешь в своей смешной шапке. И я это проконтролирую. Ну, мам, там в магазине не было ни одной шапки. Только эти сюрпризы. Там вполне могла попасться и зимняя шапка. Я ж не видела что-то. Мам, Катя, я все сказала? Эх, ну ладно. Зато у меня есть самая модная сумка. А смешную шапку я буду одевать и в карман прятать. Ага, я вообще-то все слышала. Будешь в кармане ее носить, потом ты менингитом заболеешь, я не буду тебя лечить. Ну, Катя, ну вообще. Эх, чего-то как-то уже не весил от новой сумочки. Катя, да ладно тебе. Мама побурчит, побурчит, да успокоится. Девочки, девочки, я вам уже показывал, что умеют мои новые скетчерсы, которые рекомендуют Влад А4. Короче, смотрите, это трансформер. Он переделается в машину и запускает вот эту машину. А еще здесь есть вот такая монета. Кому я все рассказываю-то, чего? Чего вы такие грустные, что случилось? Макс, да не спрашивай, мама меня за шапкой отправила. А я этот, фэшн-сюрпризы купила, думала, может, там попадется. Но попалась, в принципе, только кепка летняя. А еще сумка крутая, очки и брелочек. Но мама наругалась на меня. Кстати, Макс, а где ты взял этих скетчерсов? У тебя же его не было. И денег мама на карманные расходы не давала. У друга взял поиграть, что ли? Ха-ха, вот и нет. У меня была похожая ситуация. Меня мама за шапкой, короче, отправила. Ну, я скетчерсы и купил. Подожди, а шапку? Мама что, тебя не ругала? Мама? Хе-хе, нет. Я секретик один знаю. Хочешь покажу? Давай, Макс. Я тоже так хочу. Вот, смотрите, как вам моя новая шапка? Макс, крутая. Такие сейчас модные. А как тебе хватило и на шапку, и на скетчерсов? В том-то и дело, Кать, что никак бы не хватило. Ты знаешь, сколько они стоят? Вот, я, короче, эту шапку сам сделал. Если хотите, покажу как. Макс, да не ври, как ты шапку-то сделал? Кать, да легко и просто. Она, короче, крутая получается, теплая и модная. И бесплатная, что самое главное. И мама меня не ругала. Шапку-то я ведь купил. Отлично. Ну-ка, показывай, как это сделать. И мне, и мне такую шапку нужно. Макс, покажи скорее. Ничего сложного. Берете втулку от туалетной бумаги. Вот эта большая. А я сделал из поменьше. У меня еще кусочки есть. Я вам дам. А такая подойдет нашей маме. Еще берем ножнички. И кусочки пряжи. Так, Катя, тебе какого цвета шапку нужно? Ммм, давай розовую. А мне розово-синюю. Так можно будет? Конечно можно, любым цветом. Короче, смотрите сюда. Сейчас сами себе шапки делать будете. Можно еще и маме сделать. Тогда она вообще будет рада. И забудет про то, что такое ругаться. Берете пряжу и нарезаете вот такие отрезки. Каждый по 24 сантиметра. Поняли? Отрезок 24 сантиметра. Что дальше, Макс? Кладывайте его пополам. Берете втулку и вот так выпехиваете. А кончики вот так вот просовываете. И затягиваете. Получается вот так. Так, понятно. И теперь нужно нарезать столько этой пряжи, чтобы по кругу все сделать. Все верно. Потом только затягиваете наверху, как у меня. И получается такой шикарный помпон. Так, ну что, давайте быстрее за дело. Вау, круто. Смотрите, какая у меня шапка получилась. Какая она теплая и красивая. А я Данику шапку сделаю. Спасибо, Макс. Она суперская. А то та была у меня еще розовая. Не знаю, то ли Кати, то ли Дианкина. А теперь голубенькая, как я люблю. Спасибо, Макс, тебе огромное. Мне еще никогда не шли так шапки, как эта. Давайте позовем маму. Вот она удивится-то. А давайте. А потом вместе все сходим погулять. Я уверен, что в этих шапках уши у нас точно не замерзнут. Что вы меня звали? Ой, я не поняла. А откуда у вас эти прелестные шапочки? Макс, знаю. Купил вчера. Молодец. Дианочка, а у тебя? Даник, а ты где взял? Катя, ты все-таки купила шапку? А я на тебя наругалась. Ну что ж ты сразу не сказала? Мам, прости, пожалуйста. Я все-таки выбрала сюрпризы. А эти шапки мы сами себе связали. Хочешь, и тебе сделаем такое же? Сами связали шапки? Какие молодцы, ну вот. А все, купи, купи, мама. Сами прекрасно все можете. Или это просто потому, что я на всех наорала? Ладно, шучу. Так, кстати, мне бы тоже новую шапочку. Как вы там ее сделали? Без проблем, мам, выбирай цвет. И померяй, вон там втулка лежит. Нужно, чтобы она на голову налезла. Тогда и шапка будет тебе как раз. Хм, это маловато. И что теперь? Мне не будет такой шапочки? Мам, сделаем. Возьмем втулку побольше. Сейчас померяем тебе размер. Подожди, только приветы передадим, ребята. Ага. Ну что, как вам наши шапочки? Нужно утепляться на зиму. Теперь вы знаете, как их можно сделать. Мне очень понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дренолка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Вы давай быстрее приветы передавайте и к нам с Даником. А мы пойдем для мамы втулку большую искать. Ей тоже шапочку надо, а то на улице у нас очень холодно. Давай, давай, Дианка, мы скоро. Приветик, суперкотик Машуни. Приветик, Алина котики. Приветик, Евочка девочка. Приветик, Даша. Приветик, Карина. Приветик, Амина. Приветик, Валерии. Приветик, Милка. Приветик, Костя. Приветик, Маргарита. Приветик, Лерчику, Перчику. Приветик, Король Даше. Приветик, Софийке. Приветик, Вилюсику, Саке и Микчику. Приветик, Нарине. Приветик, Виталине. Приветик, Ире. Приветик, Мире. Приветик, Ай, Ару, Рамине, Анине. Приветик, Кате. Приветик, Токи, Даше. Продолжение следует...